всем привет ребята сегодня я хотел объяснить уроки цветокоррекции фотографий когда я начинал снимать видео я сначала начал фотографировать я сейчас не профессиональный фотограф я больше я переключился уже на видео съемки видео но иногда как travel photographer можно так сказать не профессионал а travel photographer иногда фотографирую природу вот я не так чтобы профессионал перфейс профессиональный landscape photographer я как бы сначала начинался landscape photography а потом переключился сразу же на видео то есть долго не был фотографиях вот но иногда как как я говорю щелкаю фотографии делаю фотографии иногда когда снимаю вот когда в нашу компанию приходят эдиторы независимо ну эдиторы и когда видео эдиторы вот то 99 процентов случаев люди приходят без понятия натуральной цветокоррекции то есть люди не понимают как делать правильно цветокоррекцию чтобы делать правильную цветокоррекцию надо иметь опыт работы то есть надо сделать много проектов потому те люди которые до довольно долгое время работают в нашей команде они получили вот этот опыт получили знание о правильной цветокоррекции а как ну исправляли ошибки постоянно исправлялись исправляли исправляли и за несколько лет кто-то за несколько кто-то за один год кто-то даже за пять лет выучили цветокоррекцию как дело корректно правильно я тоже когда начинал я тоже делал неправильно цветокоррекции но я самоучка экспериментировал а ну то есть как экспериментировал но дело неправильно потом смотрел что неправильно, делал по-другому, то есть учился по книжкам, даже тогда YouTube еще не был развит сильно. Начинал из камер Canon 500D, потом 600D, потом 5D Mark III и так дальше. То есть видеосъемкой я занимаюсь уже больше 10 лет, а фотографией 12 лет. Но, как я сказал, я не профессиональный landscape photographer, я просто переключился с фото на видео. Ну, как иногда я делаю фотографии заодно, как говорится, за двумя зайцами, знаете. Потому, конечно, тот, кто профессиональный landscape photographer, он все равно сделает лучше, чем я фотографию, и более, ну, как бы, потому что он нацелен на одну, как бы, работу, а у меня сразу две. Кстати, хочу сказать, что это очень важно подчеркнуть, что видео и фото – это совсем две разные вещи. То есть фотография и видео отличаются друг от друга по сложности работы, я думаю, где-то в тысячу раз. То есть в тысячу раз видео намного сложнее. Почему? Ну, потому что мы создаем живое видео. Фотография – это как бы стил, то есть ничего не двигается. Мы создаем живое видео. То есть, можно так сказать, один фотограф обрабатывает одну фотографию, один фрейм, один кадр. А в одной секунде видео есть минимум 24 кадра. Может быть, есть, то есть 24 фотографии в одной секунде видео. Вот представьте себе, сколько надо фотографий, чтобы создать 5 минут видео. То есть фотограф обрабатывает одну фотографию, а в 5 минут видео обрабатывается сотни тысяч фотографий. Тогда создается видео. То есть в сотни тысяч раз тяжелее, да? Можно так сказать, даже не в тысячи раз. Но это еще не все. Это еще не все. Потому что фотограф, максимум, что фотографу нужно, это три инструмента, камера с линзами, штатив и фильтры. Иногда сейчас даже штатив не используют, так как камера имеет сейчас крутую стабилизацию в сенсоре, что даже можно с рук снять фотографии с выдержкой без штатива. Ну, пока большинство фотографов еще до сих пор используют штативы. И да, штативы это лучше, потому что удобнее еще пока. Вот. Вот что я хотел объяснить, какая... А видеограф у него тысячи... У него не тысячи, извините. У него много десятки, двадцать, может быть, больше инструментов разных. То есть, там и камера, и штатив, и слайдер, и джип. И... Ну, джип такое, что поднимает. Крам, типа, не знаю, как он по-русски. И гимбл. И дрон. То есть, много разных инструментов, чтобы создать видео. А я сейчас говорю о видеоприроде. Вот, потому... А потом тебе надо не только прийти и обработать это одно видео. Тебе надо еще музыку подогнать под видео. Звуки, звуки записать. То есть, это в тысячу раз сложнее, чем просто фотографировать. Фото. Это факт. Я не хочу обидеть фотографов, но это факт. Фотография для меня фан. Что такое фан? То есть, я расслабляюсь. То есть, если я иду на природу фотографировать, я получаю кайф. Это для меня релакс, удовольствие. Это не работа. Когда я иду снимать видео, это для меня работа. Потому что снимать видео намного дольше, чем фотографировать. То есть, я когда иду по тропе, я делаю щелки, и уже фотография есть. А, чтобы снять видео, надо на штатив поставить. Надо... Ну, надо... Нажать на кнопку записи. Сделать... Подождать 15 секунд. Сделать... 15-20... Кто-то минуту. Кто-то полминуты. Сделать панораму. С видео, да. Проверить камеру, звук. Все, все, короче, это намного сложнее. Работа. То есть, это земля и небо, как говорится. Вот, что я хотел объяснить. Потому фотографы, не обижайтесь. Это... Если бы у меня был выбор, я бы выбрал фотографии, потому что это фан для меня. Это релакс. Видео, это серьезная, тяжелая работа. Но... Иногда я фотографирую. И сейчас думал, иногда я буду вот такие релаксы делать. Паузы между видео. И хоть один раз в год поеду вот чисто фотографировать. Потому что раньше я фотографировал. И на фотографии у меня очень много в коллекции фотографий разных. Ну, как бы... В ровах, не обработанных. Я думал, сейчас вот найму... На работу фотографа, который поможет мне обрабатывать мои фотки. Потому что я физически не успеваю. И... Когда я провел первое интервью с человеком, взял его... Я его спросил, сколько лет опыт работы. И он сказал, 8 лет. С 2014 года. 8 лет занимается фотографией. Фотографией природы, больше всего. Ландскейп фотограф. Ну, я такой обрадовался. Думал, лав. Хороший опыт. Значит, там идеально должен быть сделан цвет. Вот. Ну, давайте сейчас проверим. Давайте посмотрим сейчас. Я ему выслал 11 фотографий с разных камер. Для обработки. Давайте сейчас посмотрим, как выглядели фотографии, которые я выслал. Это RAW фотографии. То есть, бесцветные практически. Ну, мало цвета. RAW это... Flat profile. То есть... Плоский профайл. Цвета. Так. Я не знаю, как по-русски это профессионально сказать. Потому что я все учил по-английски. Ну, давайте. Посмотрим. Вот это Mount Rainier. Я снимал эту фотографию. Сейчас посмотрим. Камера у меня... Это, я помню, камера Sony 7R. Старая уже камера. Я снимал эту фотку 2014 года. Вот как раз когда, наверное, этот фотограф начал фотографировать. Только. Потом... Это 2015. 2015 год. Это камера 5D Mark III. О, нет. Это та же самая камера Sony 7R. Да, Sony 7R. Потому что, смотри, тут пикселей много, как для 5D Mark III. Да, это еще у меня 16... 16-35 F4... Зайс Sony Lens. Окей. Потом... Потом... Что там? Третья... Третья фотка маленькой резолюции, так как это, если пришло, и шел снимать видео, но заодно щелкнул. Камера Sony 7S II 2017 год. Камера, помню, это Canon Rebel SL2. Или SL1, не помню. Дальше. Маленькая такая Canon. Кстати, самая маленькая зеркалка, которую Canon сделал. Очень классная и удобная. Легкая. Так. Это 2019 год. Canon 5DSR. Зеркалка самая... У них большая зеркалка 50 меопикселей, старая уже. По пикселям, я имею ввиду, самая... Больше пикселей в зеркалке, это Canon 5DSR. Потому что зеркалок сейчас уже не выпускают. Сейчас перешли без зеркалки. Дальше. 2019 год. 5D Mark IV. Это 5D Mark IV камера. 30 меопикселей. Дальше. Здесь уже не 5D Mark IV, не фотокамера, а видеокамера. Это... 2019 год. Blackmagic 6K pocket камера. Дальше. Это Drone Mavic Air 2. Drone Mavic Air 2. Дальше. Это Panasonic GH5, 2021 год. Что-то фотки. Дальше. А это JPEG, что-то я выслал, не знаю, по случайности. Ну, ладно. Это 2021 год. Дрон, который мне компания дала для того, чтобы я протестировал и подарила. Лишь бы, чтобы ревью сделал. Этот дрон. Evo 2. Evo 2 6K. Почему в JPEG? Потому что, кстати, если у вас эти дроны, никогда не фотографируйте, если вы летите, снимаете. Потому что она, этот камер фотографирует в JPEG-ах, когда вы снимаете видео. То есть, надо переключиться в фоторежим, тогда в DNG в RAW снимает. А я что-то думал, что она тоже в DNG в RAW снимает. И как бы, ну, снимал видео и параллельно щелкал. Ну, отказался от JPEG. Ну, ладно, буду знать. А вот здесь я уже переключился на фоторежим. Тот же самый дрон. Mavic. Не Mavic, а Evo 2. Outel Robotics, компания, кстати, новая компания, которая хочет сейчас сложить, как бы, конкурировать с компанией Mavic, с компанией DJI, с компанией DJI, которая делает Mavic дроны. И, кстати, компания находится, блин, вы не поверите, офис компании, главный офис, где она возникла, находится недалеко от меня. Вот, так что вторая в мире компания, которая хочет, я надеюсь, в этой компании есть будущее, потому что она делает неплохие дроны. Она находится полчаса езды от меня. Город, такой Босл называется. Штат Вашингтон. Вот. Вот это все RAW-вы фотографии. Что-то тут написано, что файл could not be found. Я посмотрю, где он делся, где-то фоткоделся. Ну, ладно, это не важно. Но мы видим, как она выглядит. Вот в RAW-ве она выглядит вот так. Дальше мы посмотрим, как... Новый эдитер, который я взял для фото, не для видео, только для фото. Потому что я думал, что он landscape photographer, который имеет опыт. Восемь лет все-таки. Большой опыт. И будем просматривать его фотографии. Вот это его первая фотография. Вот это вторая. Вот это третья. Это четвертая. Это пятая. Это шестая. Это седьмая. Это восьмая. Это девятая. Это десятая. Это одиннадцатая. Мой вердикт. Мой вердикт, что фотографии недоработаны. То есть я бы дал тройку. Даже не то, что тройку, а двойку с плюсом. Потому что много еще осталось недоработать. То есть фотографии недоработаны. Еще раз повторю. Обделаны на 30%. 70% еще не обделаны. Потом делаю вердикт, что тот фотограф, которого я нанял, так и не получил опыта, хорошего опыта в фото. Фото обделки, цветокоррекции фото за 8 лет. Не знаю, почему. Не знаю. Потому что сделана она не очень хорошо. Вот. Ну, это факт. Я не знаю. Я похвалю, конечно, человека за усилия, за труд, конечно, который он... Ну, то есть есть что-то сделано. То есть не то, что ничего вообще не сделано. Ну, на 30% обработано. Но это мало. 70% еще не обработано. Вот. Теперь давайте посмотрим, как должны выглядеть красиво фотографии после обработки. Это гора Ренир. Это осень. Я не скажу, что-то она идеально обработана. Потому что... Как я получил свой опыт? Ну, давайте сначала я покажу. Это гора Ренир. Но она получше выглядит. Намного лучше цветокоррекции, чем та, что у фотографа. Давайте сравним эту же фотку с фотографом. Видите? Недоработано. То есть фотографии не хватает насыщенности, контраста и так дальше. Дальше. Вот его фотка... Дерево. Кстати, это дерево... А его уже нет. Этому дереву, наверное, тысячи лет, с чем-то было. И пару лет назад она упала уже. Потому что были ветра сильные и... Красивое осень дерево. Ну, вот. Останется в фотографии на... Как бы на... В истории. Да. Что было такое дерево, которому... Я не знаю, сколько лет. Может быть, больше сотни лет. Ну, вот. При ураганах на Олимпик Нэшнл Парк она упала. Не ураган был этот, просто сильный ветер был. Тем более, видите, сколько моха на дереве. Сколько держит. Хотя мох легкий, но все равно... Есть какой-то вес еще. Мне нравится этот лес. Его лучше снимать зимой, потому что зимой нету... Листьев на дереве. И они не заступают вот этот мох. Мы больше увидим выражение моха на дереве. Дальше. Вот. А, ну, давайте сравним. Вот такая у него фотография. Вот такая моя. Где это дерево? Вот такая моя. То есть мы тоже самое видим в ситуации, что у фотографа недоработано фотографии. Дальше. Его фотография леса. Ну, так, можно сказать. Тут на тройку с плюсом. Даже. Дальше, когда мы возьмем вот эту. Мы видим, что тут мы подняли больше в тенях. Это же вечер. Вечернее солнышко. Оно теплое. Каждый фотограф знает, что это теплый лайт. И когда солнце пробивается сквозь лес, мы видим, как красиво в тенях. Яркое. Потому что что такое солнце? Солнце дает свет фотографии. То есть солнце насыщивает цветом фотографию. Нету солнца, нету насыщенности света. То есть цвета такие тусклявые. Но когда солнце, все, фотография ярко такая насыщенная становится. И даже видео. Дальше. Вот это моя фотография. Тут я снимал на зуме. Да. Сейчас посмотрим, какая линза. Canon 100-400 мм на сотне. На сотне миллиметров снимал. Значит, когда мы снимаем, независимо, что фото и видео на зуме, надо, значит, больше контраста давать. Потому что Haziness, дымка такая в воздухе, ее много. И надо убрать этот контраст. Ну, если мы снимали без какого-то полирезистиного фильтра, который поможет немного убрать, добавить контраста. Но в данный момент не было ничего. То есть надо было добавлять контраст. в программе Adobe Lightroom или там Photoshop, кто Photoshop работает. Вот давайте посмотрим вот эту фотографию его. Мы видим, фотограф, наверное, не снимал на 100 мм, не знает, что в таких случаях. Ну, может, снимал, может, пока не понимает, что надо делать. Вот мы видим, что цветокоррекция не доделана. То есть не хватает контраста фотографий. Много контраста не хватает. То есть на 10-20% сделано. Это, кстати, выглядит еще хуже, чем была, потому что меньше контраста и все. И больше ничего. Как будто он убавил контраст и все. Если мы посмотрим, как должна выглядеть, ну, вот так. Видите? Мы видим, что как-то выделяется дерево. Кстати, оно мохом немножко покрыто. Так, дальше. Сиэтл. Это город Сиэтл. Я снимал эту фотографию с Сиэтл Спейс Нидл. Гора Ренир сзади, видите. Камера 5D Mark 3. О, 4, извините. Почему кто-то скажет, как у тебя камера 5D Mark 4, если такая высокая резолюция? Ну, потому что я использовал новую функцию в Lightroom, которая называется Enchant. Это увеличение пикселей. Это крутая функция, которая, например, если вы фотографировали 30 мегапикселей фотографию, она сделает, не знаю, 200 мегапикселей. Это круто, да? Например, когда фотоаппарат ты фотографировал 12 мегапикселей, она сделает 50. Ну, как я сказал, это так искусственно. Ну, улучшение есть, но не так, как будто ты реально с фотографирован сенсором, в котором столько пикселей. Но есть улучшение. Я просто делаю, чтобы хотя бы ради этого улучшения. Потому что если прозумировать, если мы видим, что как далеко мы можем зумировать, управляя вот этими пикселями. Также видно, как Рейнуга ближе. Может, посмотреть, кто-то на корабле там есть. Не достает до корабля еще, но ладно. Может, посмотреть, кто-то там в окошке сидит. Если много пикселей, мы можем потом рассматривать. Даже заглядывать в окно кому-то. Но так не... Ну, конечно, это шутка. Так, дальше. Посмотрим фотографию фотографа нашего. Так, где оно? Сиэтл. Ну, видите, фотография как будто такая, как и была. Давайте посмотрим на RAW. Точно такую же фотографию. Давайте посмотрим на RAW. Ну, немножко улучшена. Я говорю, на 10-20%. Ну, натурально должна она вот так выглядеть, чтобы ярко-сочные цвета. Если бы это видео было, то бы чуть-чуть меньше мы бы дали насыщенности и четкости бы, ну, так сильно тоже не давали, там, поменьше шарпа. Чем фото отличается от видео в монтаже? Очень просто. Не добавляйте меньше насыщенности и меньше... Чем фото отличается от видео? То есть, чуть-чуть меньше насыщенности и меньше шарпа. Вот и все. Даже вообще шарпа не добавляется, если хорошая линза и хороший сенсор в камере. Или, например, какие-то там GoPro-шки, которые уже Oversharp делают. Если снимать там в Medium режиме GoPro. Но если в Low режиме, надо Sharp добавлять. Дальше. Это я снимал на дроне Mavic Air 2. Как красивые золотистые поля в штате Вашингтон по Лоус-Региону. Это август, когда уже урожай собирают. Так. Посмотрим на фотоэдитера нашу. Э, фотоэдитера. И мы видим тоже то же самое. Чуть-чуть обделано, много чего не доработано. То есть, контраста нету, насыщенности мало и так дальше. То есть, куча ошибок. Ну, не то, что куча ошибок. То есть, человек не видит цвет правильно. Вот эта фотография, как он обработал. Давайте посмотрим на оригинал, как выглядит оригинал. Хотя фотографии нету, написано, что нету, но вот так выглядит оригинал. Ну, практически одинаково. Чуть-чуть он добавил. Чуть-чуть есть работы у него в цветокоррекции, но очень маленькая. Потом дальше. Вот этот закат. Я помню этот закат. Очень красивый был закат. Ну, он был необычный. Таких закатов я мало вижу, но он был такой желтый, что облака желтые. Это цветовой профайл. Он плоский. И потому все так плоско выглядит. Плоский цветовой профайл. Для чего? Фотограф понимает. Для того, чтобы был большой диапазон в камере. И мы все запечатлели. Детали в тенях. И так дальше. И уберегли хайлайтс. Но. Вот так выглядит фотография эдитера. Практически тут нет изменений никаких. Как была ров, так и есть. Давайте посмотрим My Photo Editor. А вот так должна выглядеть фотография этого заката. Это был такой желтый, такой золотистый закат. Я помню своими глазами. И он в видео даже приблизительно такой получился. Вот мы видео делали. Видео такое. Дальше. Давайте сравним фотографию вот эту. Эдитера. И давайте посмотрим RAW. Фотографии. Где она? Вот. Это RAW. Оригинал. Это Эдитер. То есть видим изменения чуть-чуть, но маленькие вообще. Много еще недоработанного. А как должно выглядеть, мы посмотрим вот эту фотографию. То есть колоссальная разница, да? Дальше. Дальше. Если мы подойдем, например, возьмем фотографию RAW. Посмотрим вот эту. Там очень у нас ярко получилось, потому что там солнце светило. Но в камере очень хороший диапазон. И, кстати, на инстаграме в камере было не пересвечено. И мы сейчас увидим, что нет, потому что облака были спасены. Хороший диапазон в камере Blackmagic 6K. Где-то 13 стопов. Так, вот посмотрим Эдитера сначала. Вот видите, облака спасены. Он молодец, спас. Хайлайт запустил. Вайт запустил. И мы видим теперь облака. Облака. Но, но. Фотография плоская дальше у нас. Недоработанная. Говорю, 20% сделан. Пойдем на мою посмотрим. Вот, вот как должно выглядеть. Желтое солнышко. Это закат. А закат у нас тепленький всегда, да? Теплый. Это называется Golden Time. Фотография это называется Golden Hour даже. Золотой, золотой, золотой час. Это когда теплый, голден цвет. Потом уже идет Blue Hour. Вот здесь Golden Hour. Желтый цвет, теплый, закат. Что у нас получилось? А у нас получилось вот так у фотографа. То есть мы видим, что цвет не видит. Фотограф не видит цвет до конца. Дальше идем. Ну, вроде все посмотрели. Давайте еще раз пробежимся. Вот это RAW фотографии. Запомните. Запомните, как выглядит. Это RAW. Это оригинал. Это первая. Это вторая. Это третья. Это четвертая. Это пятая. Это шестая. Это седьмая. Это восьмая. Это девятая. Это десятая. Это одиннадцатая. Идем посмотрим, как фотограф сделал. Это первая. Фотограф природы. Это первая. Это вторая. Это третья. Это четвертая. Это пятая. Это пятая. Это шестая. Это седьмая. Это восьмая. Это девятая. Это десятая. Это одиннадцатая. Давайте посмотрим, как должно быть. Это первая. Это вторая. Это третья. Это четвертая. Это пятая. Это шестая. Это седьмая. Это восьмая. Это девятая. Это десятая. Это одиннадцатая. Вот так. Ну, что хочу сказать, что фотографу еще надо учиться. Восемь лет не помогло. Просто, наверное, не так часто работал. Не так часто фотографировал. И не набрал еще опыта. Не видит правильно цвет. Моя рекомендация, как правильно увидеть цвет. Ну, как я это делал. Вначале я ошибался. Я ошибался. И первый год ошибался. Второй, может, год. Но я каждый день обрабатывал. У меня не было советов, у кого спросить. Как ты думаешь, как мне нормально цвет объявил? У меня не было знакомого фотографа, который мог бы мне сказать, доправить меня на правильный путь. То есть, я сам учился на своих ошибках. Но в течение двух-трех лет я уже понял ошибку и начал после двух-трех лет нормально делать. Но я каждый день обрабатывал одну фотографию ров природы. Каждый день. И на протяжении я это уже делаю десяти лет. Бывали дни, конечно, что я пропускал. И бывали недели. Но! Первым делом, что я утром, мне нравилось встать и обделать фотографию и запостить ее на Facebook. Свою страничку. Посмотрите, там много запостенных. Если вы начнете мои фотографии смотреть с самого начала, то увидите проблемы в цветокоррекции. И чем дальше, чем дальше, все улучшение, улучшение, улучшение. То есть, я получил опыт, да, 10 лет обработки света. Но иногда и я ошибаюсь. Почему? Потому что я спешу. Я знаю, что у меня какое-то определенное время быстро фотку обработать и запостить. Потому что у меня много работы. Вот. Потому лучше проверять еще раз второй раз перед тем, как постить. Ну, там, например, что-то идти сделать, там отвлечься, покушать, попить чайку, сделать какую-то другую работу. Потом прийти на монитор, сесть и еще раз посмотреть на эту фотку в Adobe Lightroom. И тогда можно видеть недостатки. Честно говоря, тут я вижу маленькие недостатки. Сейчас. Хотя, хотя, вот эта фотография неплохо сделана, но я бы еще добавил вот так экспозиции. Исправил свою. И, наверное, saturation уменьшил чуть-чуть на пятерку. Вот так. И можете холодненького чистить. Вот так. Вот так уже очень натурально. Видите? Даже... Если бы я посмотрел второй раз, обычно у меня нет времени, но сейчас буду стараться это уделять, то бы было получше. Дальше. Здесь. Приподниму. Больше света дам. В принципе, так и оставлю. Дальше. Тут-то я бы чуть-чуть занизил saturation вот так. Минус 5, но не больше. Запомните. Очень важный урок. Цвет. Без солнца не было бы цвета. Мы бы не видели его. Солнце дает насыщенность цвета. И когда солнце яркое, когда у нас яркий день, не облачно, чистое солнце, зелень становится намного насыщенней зеленый цвет, чем он обычно. При облачном свете или вообще. Дальше. Тут я доволен фотографией. Можно проэкспериментировать. Чуть тепло... Ой, да. Чуть дать температурки. Вот как-то, как-то так. Ну, там мелочи минимально. Тут я доволен. Тут я доволен. Но я бы приподнял еще экспозиции плюс 10. И опустил по saturation. Вот так. Минус 5 чуть-чуть. Это минимальные каркер... Карктировки, да, по-русски. Минимальная коррекция еще, которая замечена. Когда я спешу, я говорю, я могу ошибиться. Тут saturation. Приподнять экспозицию. Чуть поярче сделать. Опустить saturation. Минус 5. И контраст чуть-чуть опустить. Вот так. Все. Вот это идеально сделано. Дальше. Тут тоже... Минус 5 опустить. И вот так. И вот так. Вот это идеально. Дальше. Ну, там был такой закат, я не знаю. Может чуть-чуть еще сделать посветлей. Может saturation допустить. Минус 10. Вот как-то так. Короче, минимальная корректировка. Минимальная. Тут там минус 5 всего лишь в saturation. И можно экспозицию поднять. Вот так. Тут тоже. Корректируем, поднимем чуть. Экспозицию. Exposure. И saturation минус. Не, минус 5. Минус 10. Это слишком. Будет уже. Видите, когда минус 10, оно обесцвечивается. Так некрасиво. Я бы даже оставил, не опускал. Запомните. Зеленый цвет становится всегда насыщенней. Если на него светит солнце. Так что. Это простая цветокоррекция. Но. Проблема в простой цветокоррекции. Что. Большинство наших эдитеров не видит ее правильно. Потому. Это номер один проблема. Всех эдитеров, которые к нам приходят. Кстати. Сейчас смотрю на эту фотографию. И зря это сделал. Saturation надо наоборот вернуть. И. Экспозицию. В принципе можно и оставить. Вот здесь нормально сделано. Видите. Сюда можно найти минимальные корректировки. Здесь все хорошо. 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 А нашего. Фотоэдитера. Фотографа. Нашего фотографа природы. Есть проблемы с светом. Есть проблемы с светом. Потому что человек не видит свет до конца. Не дорабатывает фотографии до конца. И так конкретно не дорабатывает. Не то чтобы там какие-то маленькие корректировки. А здесь еще нужно большие корректировки. Здесь практически есть некоторые. Что вот как будто и не тронут. Вот. Мой совет фотографу. Переходи в нашу компанию. И мы можем тебя научить. Бесплатно. Бесплатно. Наша компания уникальна тем, что к нам приходят люди на учебу. На учебу как практиканты к нам приходят. Не то чтобы без нуля совсем. Но практиканты. Знаете как в институте есть практиканты. Вы приходите в институте на практику. Кто-нибудь учился в институте? Кто это видео смотрит? Я учился. Я помню когда я приходил на практику. И я бесплатно делал работу. Но платил я за учебу. Потому что в институте я платил за учебу. И меня в институте высылали на практику. Практика была бесплатная. Но я платил за учебу в институте. А это часть программы учебы. Практика. К нам приходят практиканты. Которых мы учим бесплатно. Плюс еще платим им деньги. То есть все наоборот. Чем обычно. В нормальных учреждениях так бывает. Чем обычно нормально. То есть наша компания уникальна тем. Что учить бесплатно. Да еще и платить деньги. Человеку который учится у нас. Вот потому приглашаю в нашу компанию. Я думаю что таких компаний в мире на пальцах можно сосчитать. Если фотографу интересно. Можешь присоединяться к нашу команду. Потому что вижу много проблем с светом. А так спасибо за внимание. Спасибо что посмотрели. Надеюсь подчеркнули какие-то уроки. Как обделывать фотографию. Предыдущее видео перед тем. Вы можете найти и посмотреть урок. Как обделывать правильно фотографию. И кстати советую. Этому фотографу. Что у нас. Взял на тест фотографии сейчас. Вот пойти и посмотреть. Как правильно обрабатывать фотографии. А так спасибо за внимание. И если кому-то интересная работа. Видео фото. Видео фото коррекция. Монтаж природы. Фото коррекция природы. Слайд шоу. Природы. Видео природы. Видео монтаж природы. Обращайтесь в нашу компанию. У нас большой опыт. Как я сказал. Я начал с 12 лет. 12 лет назад. Но у нас есть люди. Которые работают уже. И по 5 лет. И по 6. И по 7. И по 8. А есть и только начали. То есть от 8. От 1 года. От 1 месяца до 8 лет. Спасибо за внимание. Всем пока.